Подзаголовок «Жизнь и смерть мясника Раби Шолома Гершона» В то время жил в Любавичах некто по имени Рэп Шолом Гершон. Он был простым человеком, зарабатывающим на жизнь тем, что торговал по соседним селам. Он был мясником. Все знали, что Рэп Шолом Гершон – честный, богобоязненный еврей. Он соблюдал все заповеди, был скромным и великодушным человеком. Именно поэтому все покупали у него мясо, хорошо зная, что на Рэп Шолома Гершона можно полагаться, у него мясо, несомненно, кошерное. Раби Шолому Гершону везло в торговле. Это позволяло ему помогать другим. Каждый канун субботы он приносил мясо Равину местечка Раби Беньямину и Магиду Раби Йосефу. Он также помогал, не скупясь беднякам. Одному присылал мясо на субботу, другому оказывал помощь деньгами и так далее. Так прошло много лет. Раби Шолом Гершон с годами постарел, но он все еще продолжал торговать мясом по соседним деревням. Зимой 5512-1752 года престарелый мясник Раби Шолом Гершон заболел и через пару недель умер. Все любавичи оплакивали его смерть и провожали в последний путь. Его похороны были подобны похоронам истинного цадика, хотя никто не считал, что этот мясник мог быть больше, чем простым человеком, следовавшим по пути благочестия. После похорон Раби Шолома Гершона все любавичи потрясло известие, что покойный оставил большое наследство. Раби Беньямин Равин Любавичий постановил, чтобы миньян евреев постоянно молился трижды в день в доме Раби Шолома Гершона в течение 30 дней после его смерти. Продолжение следует... Продолжение следует...